Доброе утро еще раз, уважаемые радиослушатели, я Абековик Александр Шунин, мы приезжаем в этой студии, теперь мы трое, втроем к нам присоединился присяжный адвокат и бывший председатель правления ОДЗ Каргу Александр Казачков. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Да, вот понятно, что есть война, это ужасно, есть санкционный режим и есть последствия, в том числе для транзитной сферы, а для Латвии это не просто какой-то там небольшой процент от ВВП, это еще до недавнего времени была такая одна из важных, ключевых, может быть, сфер экономики, разные там проценты назывались, но, по крайней мере, мы теперь понимаем, что российского, белорусского, судя по всему, и украинского транзита не будет какое-то продолжительное время, и, тем не менее, это не остановило ту реформу портов, которую вот затеяла правящая коалиция, Сейм после долгих дискуссий ее поддержал, оппозиция заблокировала, я так вкратце рассказываю, сейчас происходит даже сбор подписей по этому остановленному законопроекту, может быть, несколько слов об этом, я знаю, что вы тоже и на своей страничке в фейсбуке писали по поводу необходимости остановить реформу портов, почему? Да, вы знаете, действительно, мы столкнулись с очень неординарной ситуацией, не только в части транзита и бизнеса как такового, но и, в общем-то, в истории отношений Европы и России, да. Надо учесть, что все предыдущие годы практически 90% грузов, которые проходили через латвийские порты, они составляли грузы из России и Белоруссии. Сегодня надо сказать, что, что касается санкций, ситуация неоднозначная, то есть есть санкции, которые применила Европейский Союз и применила Америка, и есть сегодня затишье со стороны Российской Федерации и Беларуси. То есть мы сегодня не знаем, какой будет ответ на те уже примененные санкции, и мы не знаем, с чем столкнутся латвийские порты и латвийские грузоперевозчики. Хотя бы, если, как пример можно привести, то есть оптимистический прогноз был в отношении перевозок из Казахстана. Но надо понимать, что в Латвии нет общей границы с Казахстаном, то есть эти грузы в любом случае пойдут через территорию Российской Федерации. Это же и к Китаю она относится. Это относится и к Китаю, то есть таким образом говорить о том, что мы сможем как-то заместить грузы из России и Беларуси путем привлечения новых стран и обойдя территорию России, на сегодняшний момент, мне кажется, достаточно сложно. Что касается реформы портов, вопрос, на который, кроме политических лозунгов, все последнее время и все то время, когда обсуждался этот вопрос, никто не смог ответить, зачем это нужно. То есть разговоры о прозрачности, улучшении конкурентноспособности и так далее находили огромную массу аргументов, прежде всего от специалистов отрасли. Более того, я онлайн наблюдал заседание, одно из заседаний Кабинета министров, где одно из латвийских, самых, наверное, известных и одно из самых опытных адвокатских бюро представляло такое мнение о том, что данная модель уже однажды была испробована в Германии и не доказала свою эффективность в отношении увеличения грузов или же улучшения управления. Более того, какое-то время до того, когда это еще не доходил вопрос до Кабинета министров, на нескольких конференциях участники перевозочного процесса, в том числе и порты, и стивидоры, показывали достаточно наглядно то, что устранение, по сути, роли самоуправления от участия в портовой деятельности приносят, помимо всего прочего, убытки в виде недополученных дотаций, которые невозможны для так называемых обществ капитала, а возможно для так называемых учреждений самоуправления или же государства. Нет сегодня, с точки зрения бизнеса, разумной, неполитизированной составляющей, на мой взгляд, которая могла бы обосновать такие реформы. Да, вот что касается еще последствий, ну, видимо, цены продолжат расти. Вот на ваш взгляд, почему все-таки, ну, правительство, говоря А, не говорит Б? То есть она говорит, ну, вот на днях, то, что мы сегодня тоже цитируем, министр финансов, я не знаю, я сказал, ну, вы понимаете, там в Украине люди гибнут, да, вы не можете потерпеть с этими ценами, требуете на топливо, да, требуете там снизить акциз и так далее, ну, типа терпите. Это все понятно, но мне кажется, что вот все-таки правительству нужно говорить или предлагать какой-то механизм компенсации. Если нет, надо говорить открыто, что столько и столько, каждый житель Латвии заплатит за это, за это. Вы должны быть готовы, что это в долгосрочном периоде, что вам нужно по-другому, не знаю, планировать свой семейный бюджет, взятие кредитов, там, лизингов и так далее, потому что, если дальше так будет продолжаться, война войной, но вот жители Латвии, мы, кстати, тут не единственные в Европейском Союзе, просто не смогут даже в следующем отопительном сезоне, то, что мы говорили, погасить вот эти платежи. Да, но, Абик, на прошлой неделе тот же самый Каринш заявил, что надо пересмотреть свои привычки, в том числе передвижение, пересаживаться на общественный транспорт или ездить в склачину с кем-то, и вал просто был вот этих мемов и обращений к нему, мол, я завтра еду на работу, во сколько тебе подвези меня. Ну, там было много анекдотов, когда он сказал, что возьмите с собой соседа, депутат Каминч, тут же это был такой мем, написал, что, типа, я не таксист, уже хватит мне звонить, да, ну вот. Поэтому правительство не молчит, правительство как раз-таки. Хотя в данной ситуации лучше помолчало, да, Александр. Вы знаете, мне кажется, ситуация с газом, ситуация с электричеством и топливом – это только начало. Объясню, почему. Дело в том, что на Россию и Беларусь приходится практически более 30, а по некоторым оценкам более 50% всего производства минеральных удобрений в мире. И также… А в голоде, который нам… Нет, это еще зерно, это следующий этап, да. Это следующий этап, совершенно верно. Зерно – это приблизительно, кто-то даже говорил, до 70%, но я считаю, что где-то порядка тоже 50% – это территория Украины и территория России. Таким образом, мы находимся в том времени, когда через какое-то время вопрос топлива может, к сожалению, стать вторичным вопросом. Уже сегодня не секрет, что многие производители, хотя, конечно, они это и дистрибьюторы, они это обосновывают тем, что осложнилась логистика, уже сегодня делают определенные дозирования продаж в своих магазинах. Самый известный в Латвии случай – это магазин Lidl, который уже практически с прошлой недели принял решение о дистрибьюции товаров по три в одни руки, например. То есть, что касается действий правительства. Ну, видите, с одной стороны, конечно, можно понять министра и финансов, и, возможно, и все правительство в целом. Почему? Бюджет, соответственно, был составлен, терять одну из существеннейших доходных частей бюджета в виде акцизного налога или снижения НДС, конечно, не хотелось бы. Но здесь, мне кажется, как раз действует тот самый принцип, что, видите, ведь умелость и профессионализм любого руководителя, в том числе и чиновника, отвечающего за такой сложный сектор, как финансы и экономики, она определяется тем, насколько он может принять решение, не просто отключить или подключить вентиль, а именно управленческие решения в периоды таких кризисных ситуаций. Ведь при статичном положении вещей, ну, что нужно принимать? Нужно, по сути, сбалансировать необходимость министерств различных и каким-то образом сбалансировать кредиторов и все это дело раз в год утвердить все ими. В ситуации, когда ситуация развивается совершенно по другим сценариям, да, то есть так, как, например, действует польское правительство. Польское правительство в этом смысле показывает более рыночный подход. Сегодня литр бензина в Польше составляет приблизительно евро 55, евро 60, то есть существенно ниже. В Литве тоже, допустим, вот в пятницу литр составлял, к примеру, евро 77. Сейчас наблюдается некоторое падение цены по нефтепродуктам, но принципиально эту ситуацию, эта ситуация это не меняет. Более того, надо учитывать, что в Литве и в Эстонии в цену бензина и вообще в цену топлива входит также дорожный налог. Это тоже очень важный фактор, а у нас его нет, он платится отдельно. Поэтому, мне кажется, мы стоим перед таким периодом принятия сложных управленческих решений. Ну, а что касается потерпения, ну, у меня, честно говоря, до вот этих трагических событий уже сложилось такое впечатление, что народ достаточно долгое время уже терпит. Да, так это мягко говоря. Тем более, ведь еще, если мы говорим о стоимости, о ценах, вот если сейчас этот зеленый курс, который провозглашен, все очень красиво, да, но мы понимаем, кошелек не позволит сейчас всем пересесть на электромобили, а не, мягко говоря, цены кусаются на электромобили. Это просто невозможно. Это просто невозможно, да. Дальше полностью отказаться от газа российского, конечно, провозгласить можно. Как это сделать практически и сколько это будет стоить, да, вот тот же сжиженный газ полностью, вот, допустим, заменить природный российский. Это ведь вдвойне, втройне, а то, может быть, и больше цена. Да, но на прошлой неделе уже и прозвучало, даже на позапрошлой. Опять экономить, да? Нет, на уровне Евросоюза отказ от эмбарго все-таки энергопродуктов из России. Ну, посмотрим, да. Ну, видите, сегодня очень многие хозяйства стоят перед вопросом более тривиальным. Речь не только не идет об электромобилях, при том, что цена на электричество остается достаточно высокой. И на сегодняшний момент я не вижу о том, чтобы были приняты такие меры, которые бы каким-то образом компенсировали бы данные цены существенно для тех же домохозяйств. Да, цены, безусловно, в некоторых случаях становятся меньше, но, в принципе, это не меняет тренда. Для многих домохозяйств стоит вопрос уже совершенно иного порядка. То есть нужно возвращаться от газа к котлам, то есть на дровах, возможно, на угле, возможно, на чем угодно, для того, чтобы снизить расходы. Потому что оплатить, например, счет за газ, за отопление в холодный месяц, который составляет примерно 400-500 евро, или счет за трехкомнатную квартиру в Пурциумсе, которая составляет 350 евро, но это далеко не каждому сегодня по карману. Да, вот если мы говорим вообще об экономической и социальной политике, такой, может быть, вопрос неожиданный. А с чем вообще правящие пойдут на выборы? Ну, кроме того, что нужно укреплять безопасность, увеличивать сигнование на оборону, это вроде реакция понятная. Нравится это кому-то или нет, но, в принципе, реакция понятная. Она сейчас происходит даже в Германии. Я иду к дискуссии. Вчера я смотрел по немецкому телевидению, где обсуждалось вообще, а вот если ракеты ударят по Германии. Казалось бы, да? Ну, то есть ясно, что это такая человеческая реакция на военные действия в Европе. Вот что кроме этого? Есть у вас представление, с чем правящие пойдут, да? Ну, вы знаете, очень трудно представить, с чем можно идти. Почему? Потому что экономических успехов не видно. Вся ситуация, связанная с пандемией, которая, кстати, как-то отошла даже не на второе, а, по-моему, вообще на третий план, она тоже показала достаточно слабое, на мой взгляд, управление этими процессами. Более того, парламентская комиссия Сейма, оценив деятельность конкретных чиновников, да, пускай анонимизирована, но, тем не менее, приняла свое решение о том, что работа была организована крайне неэффективно. К этому присоединился, насколько мне известно, и госконтроль при своих оценках. Я не знаю, на самом деле, с чем можно идти, если брать возможность теми же старыми лозунгами борьбы за все хорошее против всего плохого, гарантировать гражданам безопасность, что бы то ни было. А даже есть песня группы Ленинград на сей счет, да? Ну, да, то есть, на самом деле, я не знаю. Мне кажется, новые выборы поставят перед гражданами Латвии, по сути, так называемый экзистенциальный выбор. Либо мы продолжаем слушать людей, которые живут в своем мире и рассказывают сказки, а подчас просто откровенно врут, если не говорить, вводят в заблуждение. Или проголосовать и дать возможность тем силам, у которых есть четкое понимание процессов, абсолютно адекватное восприятие экономической модели развития общества. Ну, это возможно что-то решить. Если этого не произойдет, ну, я даже не знаю. Еще одна тема, она весьма актуальная. Ну, с учетом, естественно, войны, может быть, она не вышла на первый план. Это вот я вам больше задам вопрос, как вот присяжим адвокатам. Мы знаем, что на прошлой неделе было решение Конституционного суда в отношении торговых центров. Да, с одной стороны, вроде бы кажется справедливой, с другой стороны, вот ты читаешь, вот что значит время ушло. Ты читаешь, вот Конституционный суд говорит, что, вы знаете, вот прошлой весной, прошлой весной и летом, вот когда магазинам не дали, вот те, у кого отдельный вход, им сразу не дали работать, а маленькие магазины, там, вещевые продолжали работать, это вот вы ущемили те магазины, ну, чаще всего это обувные и одежды, которые в торговых центрах не могли работать. Вроде бы кажется справедливое решение, вполне логичное Конституционного суда, но спустя 9, 10, 11 месяцев, наверное, здесь надо ставить вопрос вообще об эффективности, в том числе Конституционного суда. Кого это сейчас, я извиняюсь, интересует? И даже торговые центры, если те фирмы, которые получили компенсацию, ну, вряд ли они сейчас будут еще 10 лет судиться, чтобы чего-то от государства получить, я не понимаю. Ну, я абсолютно соглашусь, что любая ложка, она дорога к обеду. Все решения, которые принимаются потом, они носят такой характер, возможно, моральной компенсации, но ведь надо учесть, что огромное количество этих предприятий обанкротилось за это время. То есть, по сути, людям закрыли бизнес государственным актом, который сегодня признан незаконным. Это, в принципе, основание, так сказать, рассмотреть ситуацию о взыскании убытков. Вопрос только заключается в том, кому рассмотреть, неплатежеспособному предприятию, то есть, администратору обращаться к государству, является ли эта ситуация в той или иной мере форс-мажором. То есть, это еще очень много таких вещей, которые однозначно сразу не дадут результата. Особенно, если мы знаем, что было решение чрезвычайной ситуации. Совершенно верно. Да, фирма могла вроде бы запросить компенсацию, просила, не просила, почему не просила, но могла бы, да почему не дали. В общем, там, я так понимаю, все неоднозначно. Ну, то есть, речь идет опять же о чем? Речь идет о том, что система государственного управления сегодня сформирована таким образом, чтобы были приняты какие-то решения, которые, во-первых, а, не дают возможности тому же бизнесу эффективно и динамично развиваться в бизнес-среде, или же каким-то образом получать фактически мгновенную поддержку от государства, и, б, это относительно защищенность с точки зрения встречной реакции бизнеса, то есть, по искам, по претензиям и по всему остальному. На мой взгляд, данная ситуация абсолютно не способствует ни инвестициям, ни вообще какому-то мелкому бизнесу. Ведь надо учитывать, что речь не идет о больших игроках, как там Риме, Максима, и о чем. Речь, как вы абсолютно правильно заметили, идет о маленьких компаниях. Маленькие компании – это те компании, которые кормят там 2, 3, 5, ну, максимум 10 семей. Если эти люди, по сути, теряя рабочие места, потом же идут к тому же государству и получают или пособие, или какого-то рода компенсации, то, по большому счету, что происходит? От неправильно принятых административных решений за эти убытки и административные решения платят в итоге, опять же, государство. То есть, формально приняв решение, просто государственная казна за это платит. И нет конкретного указания на ответственных лиц. Ну, здесь можно вывернуть на обсуждение темы личной ответственности чиновников за принятые решения. Можно продолжить, например, ну, тем же самым решением Конституционного суда, с которого мы начали. На его основании у компаний, которые обанкротились или как-то иным образом пострадали, есть основания теперь обратиться в суд о взыскании, не знаю, недополучной прибыли, например? Ну, я бы сказал, наверное, что здесь есть основания для того, чтобы рассматривать данную ситуацию. Как Абек абсолютно правильно заметил, надо учитывать совокупность нормативных актов, которые регулировали всю предпринимательскую деятельность в данный момент. Да, совершенно верно. То, что ситуация заслуживает оценки, однозначно. То, что есть смысл почитать и вникнуть в эти документы, да, однозначно. Но вопрос заключается в том, что с того будет тем людям, которые потеряли работу и потеряли бизнес. Вот интересно тоже, это из другой оперы, но с одной стороны, с другой стороны, это все о том же. Вот в апреле, наконец, ожидается решение Конституционного суда о том, насколько соответствует Конституции, созданная в Латвии система, это вот так мы боролись якобы с отмыванием средств, когда раз, два и конфисковывается имущество. То есть деньги, к примеру, да, или еще какое-то имущество, говорят, о, это вот мы подозреваем, мы подозреваем, что это вот преступное имущество. И конфисковываем. Раз, и экспроприировали. Две судебные инстанции, Верховный суд подавать нельзя. Сейчас, вот я так понимаю, в апреле... В Великобритании по этим пиратским законам живет веками? Ну, не совсем так. Но в любом случае, в апреле сейчас будет решение Конституционного суда. И что дальше? Те, у кого все уже конфисковали, да, и отобрали под предлогом, что это преступное имущество, что смогут с этого получить? Я очень сомневаюсь, что удастся вернуть все назад. Вы знаете, я думаю, мы вообще в какой-то момент развития истории нашей страны свернули не туда, в данной концепции. Дело в том, что... С 17-го года мы как-то свернули, да? Постепенно, да? Ну, да, он, может быть, еще... 1900, я имею в виду. Да, естественно. Еще комиссары с маузерами не ходят, но посыл абсолютно понятен. То есть, корректным путем, так или иначе, во-первых, перенести доказываемость на индивида. Во-вторых, исходить из презумпции highly likely, то есть, скорее всего, где-то неизвестными лицами в группе или там поодиночке неизвестно, но вы потом доказываете. Да, а Google пишет, что возможно. Да, Google пишет, да. Кстати, значит, Google – это вообще отдельная история. Значит, многие службы контроля за происхождением, то есть, IML, да, то есть, анти-мани-ландеринг в банках, свои какие-то выводы основывают на Google. А в некоторых странах это даже становится бизнесом. То есть, создается 30, 50, 100 всяких фейковых страниц, аккаунтов, статей и так далее. А потом у героев публикации на этих страницах просят отозваться с целью получения вознаграждения, чтобы эта информация просто исчезла. То есть, вот такой тоже бизнес. Фейковый. Это ведь такой самый настоящий. Да, самый настоящий. Но в данной ситуации, мне кажется, мы свернули не туда, прежде всего, почему. Мы перестали считать, что у нас право собственности, оно священно. И если кто-то его оспаривает, он должен доказывать абсолютно тем же путем, с учетом государственного ресурса, государственной машины, что конкретное имущество приобретено незаконно на преступно нажитое средства и так далее, и так далее. Государство и индивид не могут соревноваться даже с точки зрения соразмерности их весовых категорий. Маленькая ремарка. При том, что я полностью согласен, размывается понятие презумпции невиновности, но все-таки подобная ситуация, она характерна не только Латвии. Повсеместно в мире и в Европе, и в Америке происходит все то же самое. Если есть подозрения, перекладывается вот эта необходимость доказывать. Вы знаете, есть еще синдром исполнителя. Это очень важный фактор. Да, действительно, нормы существуют, и они обязаны для всей банковской системы. Но оценка доказательств, оценка аргументов и сбалансированность самого процесса, она совершенно разная в разных странах. То есть, если подобное происходит и в той же Англии, и в той же Германии, поверьте, на сегодняшний момент там индивид значительно больше защищен, хотя бы с точки зрения того, что оснований для подобных репрессивных мер должно быть куда больше, чем у нас. У нас есть все основания для рекламной паузы, мы прервемся на пару минут.